Продолжение следует... 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 И пациенты, которые получали пембролизумаб, имели меньше побочных эффектов, но большую иммунную токсичность. О ней тоже надо не забывать. И самое главное, что эту токсичность, по большому счету, там, куда уезжают пациенты дома, никто о ней не знал и не были готовы к ней. Также ответы были более длительными на терапию пембролизумабом. Хорошая выживаемость, 18 против 5 месяцев ответов. И преимущество общей выживаемости также было более выражено у пациентов с высокой педель-экспрессией. Есть еще один препарат, афатинип. Он исследовался в качестве терапии второй линии, улучшил выживаемость без прогрессирования, но общую выживаемость, к сожалению, тоже не увеличил. Итак, слайд, который уже тоже Светлана Игоревна показывала. Я в прошлом году тоже его показывала. Это рекомендации ЭСМО за 2020 год по выбору тактики лечения пациентов во второй линии. Еще мы смотрим, и я знаю, что очень люди любят, наши коллеги, особенно молодые, смотреть зарубежные и НССН рекомендации. 2021 года Ниволумаб, Эмбролизумаб вошел в эти рекомендации. И еще. Я очень много сейчас общаюсь с молодыми, их много в зале сидит, и ребята очень любят смотреть так это быстро, up-to-date. Рекомендации. Давайте посмотрим, что же там написано. Эти рекомендации доступны для любого практикующего врача. Пациентам, которые прогрессируют на иммунотерапии без химиотерапии и не получали цитоксимаб в прошлом, мы предлагаем комбинацию платина с токсаном или платина с торуроцилом с применением цитоксимаба или без него. И хотя добавление цитоксимаба увеличивает общую выживаемость при добавлении к платине и фторуроцилом в качестве терапии первой линии, при рецидивирующей карциномии головы и шеи нет никаких доказательств того, что это более эффективно, чем последовательное применение препаратов во второй линии. Пациентам с прогрессированием на фоне комбинированной иммунотерапии с химиотерапией на основе платины и фторуроцила, то, к чему нас призывала, я понимаю, Светлана Игоревна, мы предлагаем цитоксимаб или цитоксимаб в сочетании с химиотерапией на основе токсанов. И поскольку эти пациенты прогрессируют на химиотерапии, их опухоли, вероятно, будут резистентны к химиотерапии. И пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или плохим состоянием здоровья лучше всего проводить поддерживающую терапию. Дальше. Пациентам, у которых наблюдается прогрессирование заболевания после начального лечения с системной химиотерапией на основе платины и которые подходят для иммунотерапии, опять хорошее слово «подходят», мы предлагаем иммунотерапию. А для пациентов с прогрессированием после первичного лечения с системной химиотерапией на основе платины и которые являются неподходящими для иммунотерапии, варианты включают монохимиотерапию или комбинированную химиотерапию с токсаном, платином, фторуроцилом, или метатриксатом. Цитоксимаб также подходит для пациентов, у которых он раньше не использовался. Итак, есть алгоритмы лечения пациентов, выложенные также на UpToDate в наших рекомендациях русско за 2021 год. В зависимости от наличия метастаза состояния пациента по шкале ЭКОК, наличия предшествующей терапии и выбора терапии на сегодняшний день. Есть выбор монотерапии в качестве второй линии и рекомендации по АОР, которые расположены на сайте Минздрава. Также есть рекомендации по различным локализациям опухолей головы и шеи, где применение и неволумаба, и пембролизумаба, и химиотерапии, и афотениба прописано. Итак, на сегодняшний день в нашем арсенале существует не только цитостатики, мы должны о них помнить, а иммунотерапия и таргетная терапия, и это дает шансы нашим пациентам. И еще раз тот же самый вопрос, что вы все-таки выберете в качестве второй линии терапии... Татьяна Юрьевна, помолчите. И в Мирахмитовна тем более. В качестве терапии пациентов с опухолями головы и шеи вот на сейчас. А вот какие все-таки послушные, но никто не сказал, нет правильного ответа. Я вообще пыталась вас призвать к тому, чтобы посмотреть многие факторы. Я же чего сказала, Татьяне Юрьевне, это Мирахмитовна, помолчите. И вы зачем такие послушные? Спасибо, я закончила. Мы продолжим нашу сессию. Спасибо. 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 Спасибо.